Для меня лучше Новый Завет. Но Библия-то состоит из двух частей. Новый Завет будешь читать, а без Ветхого никак. Сейчас приеду в Вату. Видите, я не зову. Извини, друг, мне друг. Ладно, с Богом. Слышу тебе, скажи пару слов про Иисуса. Про Иисуса. Мне нравится одно стихотворение, я вам расскажу сейчас. Его написал Никитин Иван Савич. Такой поэт был в 19 веке. Называется Новый Завет. Измученный жизнью суровой, не раз о себе находил В глаголах предвечного слова источник покоя и сил, Как дышат святые звуки божественным чувством любви И сердца тревожного муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым И мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им. И сущего в мире значение, причина и цель и конец, И вечного сына рождения, и крест, и тернового венец. Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, И плакать, и черпать уроки из них для ума и души. Вот такое стихотворение. Хорошо. А послушай, знаешь, мне в последние времена Всегда чувство, что время уже близки, что Он приедет. Ну это всегда, даже у первых христиан это было чувство всегда. Они думают, что в них время уже придет Христос вторично. То есть это Господь... Ну не только приедет Христос, но мне чувствую, что скоро будет конец света или что-то. Нет, конец света это не скоро, потому что еще должны многие события сбыться. Должен быть антихрист прийти, а перед ним притеча, должен антихрист прийти, там лжепророк называется. Ну уже знак есть. Знака нету, потому что печать без антихриста не бывает. Вот когда... Ну уже многие страны уже принимают этот микрочип, да, называется. Ну микрочип ты... Который находится под кожей. Микрочип еще требует отречения от Христа. Не просто так, дьявол будет это еще требовать. Конечно, конечно, я вот тебе как христианин не позволю, зачем это нужно. Когда все есть, и паспорт, и все есть. Зачем эти микрочипы? Ну мне не надо, просто это знаки все написаны. Ну пускай... Я отлично... Когда антихрист едет, приедет сюда, уже такие-такие знаки будет. Ну это людям, потому что они ни во что не верят, им без разницы. Лишь бы здесь в этой жизни хорошо было. Они что угодно могут сделать. Для удобства себе. А если ты вещь идет о спасении души, тебе зачем все эти микрочипы-то? Так проживешь без них. Я всегда постараюсь, чтобы душа будет чистая. Ну ладно, у вас, если желания будет, у нас большие ресурсы в интернете. Это сайт, форум и канал на ютубе. Если у вас желания будет, можете записать себе. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Четыре слова. А вы где живешь? Город Барнува, Алтайский край. Алтайский край. Хорошо, друг мой. Спасибо. Все, оставайтесь с Богом. Спасибо, друг. Будем за каждое сверное слово отвечать. За праздное даже слово Божие говорит. Мы пришли возвестить волю Божию, что Иисус Христос был распят, воскрес и дарует спасение. Он любит людей. Человек должен жить по Божьим заповедям, а не то, что здесь делается, безобразие всякое. Будет после смерти другая жизнь. Одни пойдут в рай, другие пойдут в ад. Потому что они исполняли волю шайтана, беса. Да, люди, которые для Бога не живут, они что попало делают? Пьют, курят, матерятся, блудят. Это их дьявол заставляет так делать. Они рабы. Я ничего не делю. Вы верите, что Христос умер за грехи людей? Он говорит, я ни во что не верю. Я не слышал этого. Верить, как Господь повелел в этой книге. Именно в этой книге? Именно в этой книге. Главная книга мира. Самая древняя книга. Я толерантный человек, извините, я перебью. Но я мусульманин. Я предпочитаю Коран. Ну, хорошо, пожалуйста. Опа, окей. А вы его считали? Уважение, уважение, уважение. Можете прочитать, что написано? К сожалению, не могу честно. Я как бы арабский не знаю. Но на каком языке эта книга у вас есть? Ну, я не знаю, я советский человек. На каком, говоря, я самозабожение. Так вот, я хочу вам сказать. Я эту книгу знаю в Библии и знаю эту книгу. Там есть у нас главы и стихи, а там суры и аяты. Так вот, пятая сура, 47-й и 66-й аяты. Там написано, что Бог нас называет люди Писания, христиан. Вот у нас Писание, вот оно есть. В 7 веке другого не было. И там написано, нам Всевышний дал инжил. Инжил – это Евангелие. И чтобы мы по нему поступали, чтобы мы не нарушали его. Мы как раз, я эту книгу не трогаю, я просто сказал, вот она есть. Вы должны знать ее, раз вы называетесь, что, мусульмане. – Альгендарум, да-да. – Да. – Ну, я хожу, я и в церковь хожу, как бы, то бишь, я не крещусь, захожу, это Божий же дом, правильно? – Да. – А мы были в Баку. – Я захожу. – В Баку были, у нас была миссионерская поездка, мы в доме мулы ночевали. А потом ходили в мечеть, там помолились, пошли в православный храм. – Да, есть. – Надо верить, как Господь умер за нас. Как не надо? Это только бесноватые могут говорить, что не надо. – Нет. – Кур'ан есть Кур'ан. – Ну, ты веришь в это? – Кур'ан есть Кур'ан. – На. – Ты веришь в это? Умеешь считать? – Нет. – Ну, какой же ты так? Я мусульманин, а ты никакой не мусульманин, раз не знаешь свою книгу, ты еще попало делаешь. ругаетесь, пьете, блудите. – Ты христиан, да? – Да, я христианин. Я христианин. У нас очень хорошее отношение с мусульманами в Барнауле. – А я хорошее отношение? – Ну, вот вы веру-то свою не знаете, это плохо. Вам, раз такую книгу сказали, вы должны знать ее, по этой книге вы сразу на нас выйдете. Потому что Иисус умер и воскрес. Пятая сура, 47-й аят, у вас это написано. – А почему христианин? – А почему вы такие ленивые-то? Не читаете книги-то свои? – Я? – Ну, все. Нет, я один. Две с половиной тысячи человек у меня прошло, и ни один не может прочитать, что написано. Да какие же вы верующие-то? Только блудить готовые. – Что вы делаете-то? – Я не понимаю. – Не понимаете. Ну, вы знаете, что за гробом будет другая жизнь, и там есть рай и ад. И люди, которые не веруют во Христа, они в аду будут гореть с сатаной. Это-то знаешь? – Нет. – Ну, плохо. Я ничего не могу тебе помочь. Я могу сказать, я христианин. Прими веру православную. – Что-то ты прямо какой-то как больной. Куришь, наверное, какую-то пакость. Или соискажаешь так. – Ну, ладно. Ищи Христа. Он очень близко. Кто ищет Его? Спасать может только Бог, который умер за грехи людей, став Бога человеком. Ты следи, чтобы никто там грязные слова не говорил. Мы пришли с повелением Божьим, чтобы засвидетельствовать, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. С сатаной вместе гореть будет в огне. – Хорошо. – Если у вас есть духовные вопросы, как душу спасти? Можете спрашивать? – Мам, подожди. – Как не спасти мою душу? Я сделал много плохих дел в своей жизни. – А вот Иисус умер за грехи людей, чтобы спасти нас. Это Его любовь к нам. Он распят на кресте был. Такой ни в одной религии нет, чтобы был Спаситель. Только у нас, у православных. – И в итоге, то есть, я попаду в ад? – Вы сами решите. Написано так. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава. А Евангелие от Яна, 3 глава, 3,6 стих говорит, что верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. – А чем отличается икона от Иисуса Христа, от самого Христа? – Ну, Он и Иисус Христос. Он и есть Иисус Христос. Христос просто помазанник. А Иисус Христос – это тот, который от Девы Марии рожден. – Ну, Говорит, чем отличается икона от Иисуса Христа? – Ну, икона – это изображение. А живой Христос, Он воскрес и вознесся. Он живой. – Неправильно. – Мы Ему молимся, Он слышит и отвечает. – Неправильно. – Вы молитесь Богу? – Вы неправы. – Вы посты соблюдаете? – Вы неправильно ответили на вопрос. – Я ответил правильно. Я отвечаю 57 лет по всему свету. – Вы хотите узнать правильный ответ? – Другого нет ответа. Иисус Христос родился 2020 лет назад. В 30-ти лет. – Икону вешают на один гвоздь, а Иисуса на четыре. – Да. – Икону, говорит, вешают на один гвоздь, а Иисуса на четыре. – Вот мы пришли сюда, в этот садом, чтобы людям возвестить волю Божию, что ждет за эти дела. – И рассказать о радостной вести, что Иисус Христос был распят и воскрес в третий день за наши грехи. И всем дарует спасение, кто кается и не возвращается на прежнее. И сегодня время благоприятное. Можно сходить в церковь, исповедоваться. Святая православная церковь на земле еще есть. – Православная церковь в своей Библии, я смотрю, да? – Да, это Библия, полная Библия, полная. У сектантов она на 11 книг меньше, они 11 книг вырвали. А у нас 77 книг в ней. – Ясно. И вы их охраняете, да? – Мы специально пришли сюда, как проповедники, нас Бог послал, чтобы людям рассказать о вечности. – А вы работник храма? – Нет, я не работаю в храме. Мне 81 год, я свое отработал. Я занимаюсь своими делами. У меня две голубятни. Веду занятия, встречи с людьми. У меня большой видеоканал. Большой, то есть 19 тысяч роликов. – В Ютубе, да? – В Ютубе. Во свете Библия называется. Мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. Одна деревня на всю страну такая. – С Россией, да? С Россией. – Как? – С Россией вы? – Да, Россия. Мы Алтайский край. Я в Барнауле сейчас нахожусь. Надо жить интересно, красиво и в бедности. Не так, что правители виноваты, ругаются. Вроде там Алексей Навальный поможет. А когда разобрались, он чуть не пять домов, говорит, только в Москве. Ну, все это куплено, продажно. Нам надо за собой смотреть, трудиться для Бога. А чужие яхты не надо считать. – Что-то куда-то видео пропало. – Да вы что? – Что-то да. – А я вас вижу. – Ну да, я что-то вас перестал что-то видеть. – Не знаю. Такого почти не бывает. – Что-то куда-то зависла картинка. – Ну вы запомните, по скайпу такая система, вы меня сразу найдете. Игнатий Лапкин, запишите. Вы на меня выйдете. И там мы побеседуем. Я свои ресурсы скину. У нас большие ресурсы. Сайт, форум. Так, Игнатий Лапкин. – Ага. – Все, вот это да. Спасибо, найду вас. – Вас как звать-то? – Вячеслав. – Вячеслав, ну это славянское имя. Вечная как бы слава. Или вящее, лучшее. А так-то основные имена у нас еврейские, греческие, латинские. Вот я Игнатия, греческая, называют неведомый, неизвестный. А с латинского – огненный. У меня отец Тихон, Тихонович, я называют его «приносящий счастье». Два слова. – Веткое имя, да? – Да. Сейчас поговорили, тут одна девушка, она говорит, меня Ксения звать. Ну а у нас вот церковный календарь православный, видишь? И там написано, Ксения – это странница, иностранка. Вот такой перевод. Она странница, то есть путешествует. – Понятненько. – Если есть вопросы о душе, о вечности, о будущем, своей будущности, мира, России, можете спрашивать. – Да, в принципе, всё нормально. – Ну ладно, тогда я отхожу уже, всё. У нас сейчас своё дело будем делать, ролики ставить. С Богом. – Спасибо. – Заходи.